Здравствуйте, меня зовут Кристина Волкова, и сегодня я приготовила для вас обзор лучших книг для детей. Первая книга фотографа Валерия Малеева «Занимательная зоогеография». Из нее мы узнаем, бывают ли волки красными, почему еж ушастый, можно ли встретить тигра в тайге, и как живут все эти животные. Валерий Малеев очень много путешествует, он объездил всю Землю от Арктики до Антарктики, и он фотографирует животных очень красочно и живо. Каждая фотография, она показывает нам животное именно в его естественной среде обитания. Эта книга подходит для ребенка любого возраста. С малышами можно рассматривать красивые фотографии, отвечать на вопросы, кто это, показывать, где носик, где глазки. С детьми постарше можно изучать разные факты, например, вот белуха, весит от 700 до 1600 кг, живет 30-50 лет, длина тела 35,5 метров, ее питание, любимая еда, ареал обитания. В книге рассказываются самые важные факты о каждом животном, и это может пригодиться в изучении общей биологии в школе. А также ареал обитания каждого животного расписан в начале книги. Здесь расписано, как называется, пояс, где живет животное, что там находится, это эгали, со степи или что-то еще. И здесь, понятно, картинками нарисовано. И потом каждое животное, вот здесь, вот вверху мы видим полоску, которая сочетается с вот этой вот частью. Это была книга для детей постарше, а сейчас мы поговорим о книге для самых маленьких. Вторая книга – «Котенок по имени Гав». Все мы, наверное, ищем какие-то идеальные книги для своих детей, и вот я нашла одну из них. Это книга Григория Остера, изданная издательством «Малыш», серия «Планета детворы». Здесь иллюстрации прямо как в мультфильме. Художники, которые рисовали иллюстрации для этого издания, они же рисовали и мультфильмы, к которым мы все привыкли. Котенок выглядит очень живо, кот, собака, все как в мультфильме. Немного текста, буквально несколько строчек, объемные иллюстрации увлекают малышей. Малышам нравится рассматривать, они говорят первые слова, подражают животным. Мы читаем им истории, прививаем им вкус к детской классике. Это был мой обзор детских книг на сегодня. Прощаюсь с вами до следующей недели. Дарите книги и любой. Книги не полнят, не вянут и приносят множество разнообразных впечатлений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова